Открытый телеканал представляет. Алена пишет вам. Уважаемый Михаил Айтман, больше всего меня волнует сегодня воспитание детей. Я нашла у Корнея Чуковского такую цитату. При слушании сказки ребенку свойственно становиться на сторону добрых, мужественных, несправедливо обиженных. Вся наша задача заключается в том, чтобы пробудить, воспитать, укрепить в восприимчивой детской душе эту драгоценную способность сопереживать, сострадать и сорадоваться, без которой человек не человек. Вот Алена спрашивает. На ваш взгляд, какие произведения должны окружать ребенка, в которых есть противостояние добра со злом, чтобы ребенок выбирал добрую силу, или те, которые описывают этот мир полностью добрым, без всякого зла? Поначалу полностью добрым для младшего школьного возраста, если можно так сказать. А потом уже в более естественном виде. То есть, чтобы зло начало присутствовать. Зло присутствует наравне с добром. Добро побеждает, зло отступает. И так далее. Вплоть до того, что ребенок становится уже взрослым и начинает читать книги и романы, как побеждает зло. Как зло побеждает. То есть, вот такой поэтапная подготовка человека. Выводить его из сказок и вводить его в настоящую жизнь. А настоящая жизнь, вы так оговорились или сказали, так оно и есть. Нет, почему? Где зло побеждает. Конечно. И поэтому он должен научиться не противостоять злу, потому что этим только навлечет на себя проблемы. И поэтому он должен научиться, что зло побеждает, а он остается в стороне. Не вступает ни в коем случае в борьбу со злом. Вот сейчас давайте, у меня сейчас масса вопросов. Вот я первый задам. Понятно вот это движение. То есть, сначала нежный ребенок, то есть, маленький ребенок, не надо его пугать. Первая стадия понятна. Вторая постепенно зло входит и добро все-таки побеждает. Она тоже понятна, чтобы он был на стороне добра. Потом вы сделали резкий переворот такой. Вы сказали, наш мир – это зло сплошное. То есть, объясняем ребенку, что хотя в нашем мире присутствует добро и зло, нам надо зла уворачиваться. Вот это мы объясняем? Да. Ребенку? Ребенку. Но уже на третьем этапе. На третьем этапе? Да. То есть, не принимать зло все-таки? Уворачиваться от него, вы сказали? Это третий этап. Когда он понимает, что вообще наш мир построен на зле? Когда он понимает это? Он из этого третьего этапа и поймет. Поймет это, да? Да. Он будет отворачиваться, отходить, дистанцироваться. Затем идет этап вообще интересный. Когда он связывается со злом и использует его для своих эгоистических нужд. Продвижение по карьерной лестнице и так далее. Так, это уже вот этот наш маленький герой, который начал вот так вот чисто-чисто, вдруг приходит к карьерной лестнице, подавить других и так далее. Да. А пятый этап, он должен понять, что он такой? Вот пятый этап. Этого мы еще в мире не достигли. У нас нет четких примеров. И поэтому я о них не хочу говорить. Хорошо. Но хотя бы он должен прийти к тому, что это плохо или нет? Он должен прийти к тому, что он не может жить в таком мире, что действительно в таком мире все уродуется. В мире эгоизма, вы имеете в виду, да? Да, да. И ему ничего не остается делать, как просто изолировать себя от этого мира, насколько может. Потому что он должен существовать все-таки. Да. Обеспечить своих детей и так далее. Вот. Но, в общем, проблема. Проблема. От этого мира проблемы изолироваться. Сейчас, тем более, средства массовой информации заходят во все места. Знаете так? Да, но если он знает вот этот вот основной принцип, то он дистанцируется от мира. То есть знает принцип, что это ложь, да? Да. Что это то, что ему хотят там ввести, все это проплачено, да? И ему надо дистанцироваться. Вот тогда о дистанции только скажите, чем окружить себя? Вот недаром она спрашивает, Алена, спрашивает, вот чем окружить ребенка? А сейчас я вас спрашиваю, чем окружить вот этого человека? Дистанцироваться, чем окружить его? Окружить его с заботой о себе. Чтобы он занимался каким-то любимым делом. Кроме работы, кроме дома. Я помню, у меня был такой сосед, который любил обрабатывать дерево. Мне все. Вот было его занятие. Он искал всякие деревяшки, поленья, все прочее. И потом обрабатывал их. Стул, стол делал, да, и так далее. Даже, может быть, не это больше. Скворечники там, всякая такая штука. И ему это нравилось. То есть вы вот так вот нежно-нежно подводите нас вот к такой, вот такой дистанции, да? Чтобы своим хобби занялся. Вот своим. Солдатиков собирать, там, я не знаю, дерево обрабатывать. Не важно, да. А дальше? А все-таки как-то заниматься душой, как мы говорим, заниматься... Ну, слушай, я же говорю об обычных людях. Да, а вот, хорошо, двинемся дальше. У него появится движение к душе. Появится, да? Да. То есть мы с вами сейчас прошли путь от маленького ребенка до взрослого человека. К чему должен прийти в результате человек, вот пройдя весь этот путь, в конце концов? К тому, что самая простая работа руками, она смягчает душу. Да? Да, конечно. В принципе, он будет удовлетворен своим существованием. Но вопрос этот возникнет в нем все-таки такой маленький, да? Как вот душой своей заниматься. Может быть, да. А может быть, этого и будет достаточно. И достаточно, да? Для уровня развития его души, да? Лицо, да? Доброе. Для уровня развития.